Привет, друг! С тобой он! Мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, всё как всегда. И сегодня, как ты понял по названию и поприву ролика, сегодня я собрал все слухи, все сливы с нового обновления на RedMir'е и расскажу их тебе. Поэтому присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере свой личный промокод, который находится в описании ролика, вводи его при регистрации и забирай 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Ну что, в этом ролике я собрал все сливы, все слухи о грядущем обновлении на RedMir'е. А где я брал именно эти сливы? Всё просто. Инстаграм Голливуда, техподдержка, группа ВК и вообще разные группы ВК, свободная группа и спасибо Миколажу за доп.инфу. Тебе привет. Также все тайм-коды будут написаны в описании, а также на ролике. Перемещайтесь между разделами, которые вам интересны. Сначала мы поговорим о системах, которые будут добавлены на сервер, а второй пункт мы поговорим о тачках и тюнинге, которые будут присутствовать на новых автомобилях. Поэтому присаживайся поудобнее, ставь лайкос, подписывайся, и мы начинаем. Начинаем мы из систем. Самый первый слив об этом обновлении, по которому игроки сразу поняли, вокруг чего будет состоять новое обновление. Вот он. Можете сказать, ещё здесь, ну типа 223 ты говорил про тачки потом, раптор стоит и нефтевышка, да? И сзади нефтевышка. Но посмотрите внимательно, там на раптор грузятся бочки. Мы стоим возле нефтевышки. Запомните это, потому что дальше с этим будет много чего связано. Значит мы грузим на рапторе бочки. Вы думаете, ну может работа там по доставке на рапторе? Нет, не совсем. Второй слив это тоже 223, но с интересным фоном. На заднем фоне там стоят ещё некоторые автомобили, мы поговорим позже ещё раз. Но стоит очень интересная разрисованная стенка. И сразу все догадались, что это скорее всего клановый особняк, который... Ну почему-то многие говорят, что это будет Лос-Антос, потому что много скринов с Лос-Антос, а там где-то на одном скрине со СКУПА спалили вот это всё, но я чуть не заметил. Короче, говорят, что это Лос-Антос. Но мне кажется, он будет в трёх городах. И сразу, не затягивая, видим вот этот скриншот. Это самый последний слив этого обновления. И мы видим здесь, посередине, на автоперерабатывающий, типа завод, типа самогонный аппарат, как игроки угорали. Видим по центру, вот размещен. Слева видим надпись гараж, то есть Civic. То есть это место, где будут стоять, скорее всего, кланы автомобиля. Мне кажется, любой игрок сможет заспамить свой автомобиль, либо расширить свои слоты автомобиля. Я не знаю, как это будет реализовано. И справа, как мы видим, написано склад. А посередине написано, нарисован вот этот нефтеперерабатывающий завод. И сразу третий скриншот, чтобы я вам рассказал мою идею, что это может быть. Это как бы склад. Мы видим полки, пять штучек там подписаны внизу. На полках мы видим, первое, это как бы бензин. Второе, это какие-то ящики с чем-то. Третье, это тоже ящики непонятные. Четвёртое, это какие-то радиоактивные отходы. И пятый, тоже какие-то ящики. И видим погрузчик. Ну, погрузчик, походу, это статический, просто так бы для вида. Но у нас есть пять полочек с разными содержимыми. И теперь я вам расскажу, что же я об этом думаю. Знаете что, давайте складём пазл. Мы на Рапторе подъезжаем на нефтевышку. Собираем как бы топливо, везём на базу, перерабатываем и делаем бензин. Окей, а что за ящики? Что можно ещё с нафтой сделать? Ну, мазут, вот это масло, вот это всё, конечно, тоже можно сделать. И было бы достаточно прикольно. Но, если вводить масло, тогда уже нужно вводить состояние транспортного средства. И тогда вот эти все запчасти к этому как-то подходят. Но, мне кажется, в центре можно разместить не только нефтеперерабатывающую вот эту фигню, а вообще любой завод, который с этим связан. То есть, одна банда занимается чисто бензином, вторая банда занимается чисто, не знаю, фермерством или ещё чем. Третья занимается какими-то химикатами, но это вряд ли. Потому что основная идея этого сервера это тачки, тюнинг, как бы. Поэтому здесь будет всё связано с тачками. Поэтому, скорее всего, будет только один завод. А почему я говорю именно скорее всего? Потому что, вроде, один из самых главных скриптеров, что ли, этого проекта, либо разработчиков, я, если честно, не шарю, написал, что они именно сейчас разрабатывают базу. Они хотят сделать её максимально без багов, максимально логичную и, как бы, интересную, чтобы потом на эту базу накидывать разные функции. То есть, они хотят создать базу клана. Они первые добавят нефтеперерабатывающую вот эту херню. Потом они могут накидывать, как они говорят, разные вот эти заводы, какие я говорю. Либо они могут сделать, как GTA 5. То есть, ты можешь сделать отдел с тюнингом лично у тебя на базе. Там отдел, там ещё с чем-то, ещё с чем-то. Как-то так они, мне кажется, будут наращивать именно вот эту структуру. А как вообще это будет происходить? Мне кажется, лидер нашей банды, либо зам, будет закупать нефть у нефтевышки. Нефтевышки появятся, мне кажется, как бизнесы. Либо мы будем закупать просто нафту, что было бы, конечно, прикольно. Но, с другой стороны, они добавили, как бы, оружие давно и не просто так. И нужно его как-то реализовать. Мне кажется, каждая банда будет крышевать какую-то определённую нефтевышку, либо другой бизнес. То есть, чтобы тебе получать нафту, например, одна банда есть. Она хочет перерабатывать нафту на бензин. Ей нужно крышевать вышку. Она крышует вышку, а те им дают, как бы, бочки с нафтой. Они ведут, как бы, на свою базу. Её перерабатывают и получают дешёвый бензин, который они смогут, кстати, в канистрах продать кому-то. Либо заправить свои, как бы, тачки. Это было бы прикольнее, добавив капты. И, ну, если они добавят просто покупку нафты возле нефтевышки, ну, будет вроде интересно, но капты были бы прикольные. И всё-таки мне кажется, что ни одна нефтевышка будет. Например, если будет крышевать какие-то магазины, заводы, тот будет крышевать нефтевышки, типа что такого. Ну, в принципе, именно с базой клана мы разобрались. Плюс-минус мы поняли, как она выглядит. Но есть ещё один очень интересный скриншот. Возможно, базы будут двух типов, типа дешёвые и немножечко дороже. Потому что в одном скриншоте, где стоят новые М4G82, есть какое-то здание с странным значком Радмира. Новым, кстати, походу. Это здание не похоже на клановую территорию. Оно достаточно низкое. Это будет либо шоу-рум, либо аукцион, либо, мне кажется, вот это будет именно дешёвый класс для банд. Ну, либо опять новый гараж. Ну, короче, это обновление будет заточено именно под банды. Работ новых не планируется. Вот именно банды, именно будет разработана вот эта база, как они говорят. Появится смысл вступать в банды, платить деньги. И как бы упор будет на тачки. А какие тачки будут, сейчас мы вместе с вами обсудим. Ну, а что, мы переходим в раздел автомобиля. И сейчас поговорим, какие же новые тачки и какой новый тюнинг появится на сервере. Первое, о чём мы поговорим, что Радмир разбросали очень интересные пасхалки, которые заметил не каждый. Они взяли и специально изменили во всех группах шапки на тематические с новым обновлением. И в каждой шапке есть что-то интересное про грядущее обновление. Поэтому первая шапка первой группы Радмир МТА чиповки мы видим вот эту. Здесь находится в центре раптор с бочками, как мы видим. Дальше справа мы видим BMW M4 и слева мы видим Audi RS7 C8. Значит, давайте разберём поподробнее. Мне кажется, они не просто так сделали этот скриншот. Мне кажется, вот этот раптор, который будет ездить по нефтевышкам, собирать нафту. После того, как он соберёт вот эту нафту, в чате напишется сообщение, либо на карте появится метка, что такой-то такой-то сейчас везёт как бы нафту на свою базу. И другие игроки могли бы его перехватить и забрать вот эту нафту. Мне кажется, именно такой вот смысл заложен в этом скриншоте. Также мы видим новые тачки, это BMW M4 G82 на тюнинге на антихроме и Audi RS7 в кузове C8 тоже на антихроме. Также мы видим чёрные именные номера. Но чёрные именные номера уже на сервере есть. И самый прикол, что на номерах написано 2022 год. Может, это была пасхалка, что обновление будет именно в этом году. Второй скриншот это же M4 и Porsche Taycan. Они добавят ещё одну электричку на этот сервер. Это основная группа Радмиром. И третий скриншот шапки это Радмир техническая поддержка, где мы увидим новый Хуракан на новом обвесе Liberty Walk, если не ошибаюсь. Вот. И Маклара тоже на жёстких расширениях с жёстким спойлером и губой. Знаешь так, по шапкам мы прошлись, а теперь давайте поговорим о тачках. Какие же тачки добавят? Первое это добавят Mercedes W223 S-класс. Новенький с обвесами Brabus Mansory. Возможно просто антихром. И она будет как отдельная моделька. Не будут менять 222. Будет и 222, и будет 223. Второе это добавить смену стоковых дисков. Третье, как я говорил, они полностью переработают Хуракан модельку. И добавят новый тюинг. А когда они перерабатывают модельку, они старую модельку либо убирают, и тебе дают новую, либо они убирают, всё забирают, и тебе придётся покупать новый Хуракан. Поэтому моя легенда, скорее всего, прощай. В принципе, все мои слова аргументированы и подтверждены скриншотами. Поэтому вот так. Четвёртое, скорее всего, заменит старый эскалейт на новый. И добавит тюнинг на него антихром. И, возможно, ещё какой-то. Вернут McLaren P1, наконец-то. И, скорее всего, его заменят на Гимеру, потому что Гимеры это не ликвид. Вот, а остальные ещё норм. Добавят Тайкан. Добавят на него жёсткий тюнинг. Будет тюнинг, как бы у Миши Литвина. То есть, карбончик вот этот прессованный добавят на расширениях жёстких. Ну и будет, как бы, стоковый Тайканчик. Будет Субару в кузове ГРБ. То есть, покемон. Такой, как был у Булкина. Айслейта. Может, вы таких ещё помните. Вот так он, в принципе, будет выглядеть. Тоже на тюнинге, мне кажется, на Ракетбани, на расширениях. Нормальный. Ауди РС7 в кузове C7. Замеют на Ауди РС7 в кузове C8. Это 100% инфа. Так что, можете покупать, в принципе, РС7 по низким ценам. И, как бы, заработать денег. Добавят М4, G82 и тоже с тюнингом. А тюнинга на М4 они заведут прям уйма. Потому что, вот, обычная М4. М4 антихром. Также не добавят на М4. Вроде СНГ, ребята, делают. Вроде Prior Design. Или как эта компания называется. Я, если честно, не помню. Они сделали обвес на новой М4, G82 с маленькими ноздрями. И Редмир вот это добавят на сервер. То есть, будет М4 у кого-то с широкими ноздрям, а у кого-то с маленькими. Ну, выглядит, если честно, с маленькими уже не так уж прикольно. Уже все привыкли до больших ноздр. Ну, будет и так. Добавят Porsche 911. И надпись была в группе такая, что купить его будет очень дорого, а получить его не очень просто. Эту надпись можно трактовать как бы двумя способами. Эта тачка будет либо за кредиты. То есть, она там в автосалоне, либо в панельке F2 будет висеть, и сможешь ее купить за кредиты. Либо ее можно будет получить только с гаражей, и она будет как эксклюзив. Ну, знаю, как Редмир вообще любит добавлять эксклюзив в гаражи, в контейнеры, в КРМП, в контейнеры, в GTA 5. Поэтому, скорее всего, она будет как лимитка в гаражах. И где-то процентов 20, что она будет просто за кредиты в магазине. Ну, и как я говорил, добавят новые обвесы на Маклары. И, скорее всего, модельку тоже переделают. Хотя моделька вроде норм, но обвесы, которые они добавят у него, это, конечно, пушка будет, да. В принципе, по тачкам все. Если вы знаете больше, пишите ниже. Когда же выйдет новое обновление на Редмире? Как бы все ожидали обновления, что оно выйдет до нового года. Но Редмира написали, что, сори, до нового года не будет ничего. Хотя они могли добавить хотя бы пару автомобилей. Они написали, сори, ждите обновления, оно будет очень классно. Если мы посмотрим на ту же шапку с группой Редмира МТА чиповки, мы видим М4 с номером 2022, то есть 2022 год. И мы увидим, как бы, локацию без зимнего мода. Это можно трактовать тем, что, скорее всего, обновление выйдет в конце февраля. То есть, когда уже уберут зимний мод. Уйдет зима, наступит весна. Либо тогда, либо они выпустят его буквально на 14 февраля, чисто в день влюбленных, типа влюбленных в этот проект. Людей, кто любит этот проект. Возможно, именно в этот день выйдет обновление. А чем можно трактовать? Что половина, как бы, скриншотов была сделана в зимнее время, а некоторые, как бы, весенние. Ну, это такое. Это прям реально такое. Ну, короче, до конца месяца, я думаю, должно выйти. В принципе, на этом все, пацаны. Вот такие вот сливы, вот такие вот мои догадки. Пишите в комментариях, что из этого реально, а что нет. Также можете написать свои сливы в комментариях, которые вы знаете об этом проекте. Будет очень интересно почитать. Нажми на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ, ведь я над ним реально запарился. Мне будет очень приятно. Напиши комментарий любой. Подпишись на канал, нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики и никогда их не пропускать. Наша сайт 10 тысяч подписчиков к Новому году. Ну, с тобой был Аван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.